Паре Кришна, дорогие преданные, примите поклоны. Продолжаем изучать Шрамат Бхагаватам. Тот же стих, те же два стиха, которые были в прошлый раз, о девяти методах предного служения. Седьмая песня, пятая глава, тексты 23-24. Сегодня продолжим изучать Шрамат Бхагаватам. В прошлый раз в целом рассмотрели девять методов в сумме и немножко затронули уже Шрамат Бхагаватам. Сегодня до конца его рассмотрим. Перед тем, как стих прочитаем, хотел напомнить, что было в прошлый раз. Первое, когда говорили о девяти методах, смотрели ссылки в «Никтаре наставлений» и других книгах Шрилы Пракхупады. Везде говорится, что для начала человек должен отдать свои тела, ум и речь, посвятить Верховной Личности Бога. И только потом использовать их в служении, как он того пожелает. Здесь в комментарии даже говорит Шрилы Пракхупада, что настоящий преданный сначала вручает Кришне свое тело, ум и речь, а затем использует их в служении Кришне, как Кришна того пожелает. Хотя в Маеваде или те, кто занимается кармической деятельностью, сначала совершают жертвоприношение, потом предлагают его к Лугу Господа Вишну. То есть вначале сами наслаждаются. Дальше Шрила Пракхупада также в комментарии снова повторяет это и говорит, что нам не нужна кармаканда, нам не нужно стремиться к плодам своих благих дел, надо полностью сосредоточить свое сознание на Кришне и только затем действовать благочестиво. И в «Нектаре преданности» в 13 главе Шрила Пракхупада пишет, что иногда людям может показаться, что утверждения шастер, касающиеся преданного служения, они очень преувеличивают эффект воздействия преданного служения на человека. Но на самом деле в них нет никакого преувеличения. И потом он говорит, что даже если бы этот эффект был преувеличен, это все равно было бы необходимо таким образом действовать, преувеличивать их славу, чтобы люди отвлекли свое внимание от мимолетной материальной красоты и переключились на Кришну и 9 метров преданного служения. И говорили о Шраванам. Так быстренько пробежимся о том, что сказали. То есть первое, что слушание святого имени Господа и прославление его имени качества и так далее, истории, связанных с ним, это начало преданного служения. И хотя любого из 9 методов в Бхакти достаточно, чтобы достичь духовного совершенства, вначале нужно научиться слушать святое имя, то есть скрывать Шраванам. И в нектаре и наставлении, в восьмом стихе, в комментарии Шрила Пракхупада дает цепочку, что вначале необходимо все время слушать Кришна-катху, и потом постепенно подниматься до того, что мы сами развиваем киртаном, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть 9 методов, а не подскочки. У Шрауа нам есть несколько характеристик, да. То есть первое, что мы избавляемся от материалистических представлений от жизни, затем нам, если мы слушаем внимательно святое имя, нам открывается личностный образ Господа, и осознав его личностный образ, мы будем способны постичь его божественные качества, а затем положение его спутников можем осознать. Дальше мы говорили о том, что необходимо слушать науку Бхакти, то есть Шрауа нам принимать от возвышенного преданного, то есть от того, с кем благоприятно общаться. И начали рассматривать разные уровни преданных. Канишка, Адхикари Макьяма, Адхикари Утама, Адхикари. Так, перейдем к тексту. Сри Прохрадав Вача, Сраванам Киртанам Вишно, Смаранам Пада Севанам, Вачанам Банданам Дасиам Сатхиам Атма Неведанам, Итипум Сарпита Вишну, Бхактишчанава Лакшана, Приета Бхагаватти Адха, Танманнедгитамуттамам. Пословный перевод, Шри Прохрадахав Вача, Итипум Сарпита, Итипум Сарпита, Предложенное живым существом, Вишноу Господу Вишну, А не кому-то другому, Бхактихи, Преданное служение, Чет, Если, Навалакшана, То, в котором различают девять методов, Приета, Пусть совершается, Бхагавати, По отношению к Верховной Личности Бога, Адха, Непосредственно или полностью, Тат, То, Мане, Считаю, Адхитам, Образование, Уттамам, Наилучше. Из комментария прочитаем сегодня только пункт, Посвященный Шраванам, Потому что до этого мы уже разобрали. Итак, Шраванам. Слушание Святого имени Господа Шраванам — Это начало предного служения. Хотя любого из девяти методов Бхакти достаточно, Чтобы достичь духовного совершенства, Вначале нужно научиться слушать Святое имя. Это необходимо каждому. Шри Чайтани Махапрабу провозгласил, Четудар Панамарджанам, Повторяя Святое имя Господа, Человек избавляется от материалистических представлений о жизни. Тот, кто очистил свое сердце от этой скверны, Порожденной гунами материальной природы, Способен постичь облик Верховного Господа. Ишварах Парамага Кришнага Сачитананда Виграха. Таким образом, человеку, который слушает Святое имя, Открывается личностный образ Господа. Тот, кто узрел облик Господа, Способен постичь его божественные качества. А зная качество Господа, Можно осознать положение его спутника. Так, постигая Святое имя Господа, Его божественные облики, Качества, окружения и все, что к нему относится, Преданное обретает все более полное и глубокое знание о Боге. Разные методы преданного служения Применяются в определенной последовательности. Шраванам Киртанам Вечнок. Киртанам прославление Господа следует за Шраванам, И точно так же с Маранам памятование Господа следует за Киртанам. Тот, кто слушает Святое имя, Описание облика, качество и окружение Верховной Личности Бога Из уст чистого преданного, Сможет ощутить истинный вкус Шраванам Киртанам. Шрила Санатана Госвами запретил нам слушать Псевдопреданных или непреданных. Слушание Шримад Багаватам считается важнейшей формой Шраванам. Шримад Багаватам полон духовных звуков Святого имени, Поэтому, декламируя или слушая Шримад Багаватам, Можно сполна ощутить нектарный вкус духовных отношений с Господом. Бога множество трансцендентных святых имен, И преданный может слушать и петь те из них, Которые его больше всего привлекают. Это может быть святое имя Господа Кришны, Господа Рамы или Нарисимхадевы, Рама, Димуртишок, Алла, Ниямина, Тиштхан. Облики имена Господа бесчисленны, И преданные, в зависимости от того, Какой именно облик их привлекает, Могут медитировать на определенный образ Господа, И петь то или иное святое имя. Преданному лучше всего слушать святое имя, Описание облика Господа и так далее, Из уст того чистого преданного, Который питает привязанность к тому же имени и облику Господа, Что и сам преданный. Иными словами, тот, кто привязан к Кришне, Должен слушать о нем от других чистых преданных, Которые тоже привязаны к Господу Кришне, И вместе с ними прославлять его. То же самое относится и к преданным, Отдающим предпочтение Господу Рами, Господу Нарисинхе, Или другим ипостатям Всевышнему. Но поскольку Кришна — это высшая ипостась Бога, Кришнасту Бхагаван Своям, Лучше всего слушать повествование О святом имени, облике и играх Господа Кришны, Причем из уст преданного, Который достиг самосознания И привязан именно к Кришне. Чем от Бхагаватам, Шукадева Госвами И другие великие преданные Подробно рассказывают о святом имени, Облике и качестве Господа Кришны. Не слушая эти описания, Человек не сможет ясно понять Другие методы преданного служения. Ширичитане Махапрабху Призывает всех петь святое имя Кришны. Парам Виджая Тешри Кришна Санкиртанам. Тот, кому посчастливилось слушать Осознавших себя преданных, Сможет очень легко достичь успеха В преданном служении. Вот почему так важно слушать О святом имени, облике и качестве Господа. В Шримад Бхагаватам 1.5.11 сказано Стихи, описывающие имя, облик и качество Ананта Девы, безграничного Верховного Господа, Способны уничтожить последствия всех грехов, Совершенных во Вселенной. Поэтому, даже если в литературном отношении Такие стихи небезупречны, Преданные слушают их и декламируют, Считая их правильными и авторитетными. Придхара Свами отметил в этой связи, Что чистый преданный всегда ищет общение С другим чистым преданным, Прямясь услышать, как тот рассказывает О святом имени, облике и качестве Господа. Если же у него нет такой возможности, Он один повторяет и слушает святое имя. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Кришна Чайтанья Прабунитья Нанда Шри Адвайта Гадетхара Шри Вассадигову Рабах Тавринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Итак, еще остановимся на одном интересном моменте, Комментарии. В прошлый раз о нем не говорили, Но он очень важный. Сейчас нередко говорят о том, Что Шрила Прабхупада был такой неконфессиональный, Что он очень либерально относился ко всем конфессиям, Что он говорил, что вы можете оставаться мусульманином, Вы можете оставаться православным или католиком, Это все не важно, просто повторяйте именно Господа Той традиции, в которой вы находитесь. И действительно есть такие цитаты у Шрилы Прабхупады, Но как их правильно понимать, а правильно их надо понимать В контексте, кстати, вот этого вот комментария, Шримад Багаватам. Здесь говорится, что преданному лучше всего слушать Святое имя, описание облика Господа и так далее, Иисус того чистого преданного, Который питает привязанность к тому же имени и облику Господа, Что и сам преданный. И казалось бы, это означает, Что тот, кто привязан к облику Яхвы или к Аллаху, Тот должен слушать о Господе, о славе Господа в своей традиции. Но все не совсем так, И мы можем увидеть, что в конечном итоге Шрила Прабхупада делает очень интересный вывод. Поскольку Кришна — это высшая ипостась Бога, Кришнасту Багаван Своям, Лучше всего слушать повествования о святом имени, Облике и играх Господа Кришны, Причем из уст преданного, Который достиг самосознания и привязан именно к Кришне. И Шримад Багаватам, Шукадева, Госвами и другие великие преданные Подробно рассказывают о святом имени, Облике и качествах Господа Кришны. Не слушая эти описания, Человек не сможет ясно понять другие методы преданного служения. Так сказать, шах и мат Для тех, кто пытается выставить Шрилу Прабхупаду Таким чересчур либеральным, На грани определенного имперсонализма даже. Сейчас есть и проповедники, Которые пытаются таким Шрилу Прабхупаду показать. Он таким не был. Он был привязан к Господу Кришне, Он полностью предан Господу Кришне И понимал верховное положение именно Господа Кришне. Поэтому он здесь говорит, Что кем бы вы ни были, Конечно, он здесь упоминает Ведические, так сказать, имена, да, Из ведической традиции. То есть Господь Нарисим, Харама. Но, по сути, он заявляет, Что кому бы вы ни были преданы, Да, какому бы Богу вы ни были преданы, С какому имени, да, Какое бы имя вы ни прославляли, да, Какой бы облик. На самом деле, лучше всего слушать Именно о Господе Кришне, Потому что он является высшей ипостасью, Кришнасту, Бхагаван, Своям. И таким образом Это рифмуется Немножечко, Ну, не немножечко, А достаточно сильно. В прошлый раз тоже рассматривали Эту цитату. Понимание Шрилы Прабхупады, Кто такой Махатма? И что такое широта взглядов? Если помните, может быть, Он говорил, что словом В комментарии к Нектарноставлении Ко второму стиху, Кто такой возвышенный преданый Махатма? Он говорит, Слово Махатма относится к человеку Широких взглядов, А не к ограниченным обывателям, Которые только тем и заняты, Что пекутся об удовлетворении Собственных чувств. Фактически он заявляет, Что широкие взгляды Это преданность Кришне. То есть в этом заключается Широта наших взглядов. Не то, что мы говорим, Давайте я завтра буду Иисусу поклоняться, Послезавтра Аллаха прославлю, А послезавтра Буду там где-то с буддистами сидеть, Да, в Тацане и медитировать. Это не наш путь. Наш путь – это, Как сказать, по лезвию бритвы, Очень тонкий и очень четко нацеленный путь, Который ведет нас к Кришне, Именно к Кришне, Не к каким-то другим, Даже описанным в ведах Воплощением Верховной Личности Бога. То есть это не принятие всего подряд, Не толерантность ко всем подряд, А понимание того, Что Кришна – Кришна сту бхагаван слоям, Кришна – Верховная Личность Бога. Выше Кришны никого не существует, Все остальные ипостаси Бога, Они являются йогуртом По отношению к изначальному молоку. И они те свечи, Которые были зажжены От первоначальной свечи. Это очень строгая наука, И приверженность этой науки, Приверженность вот этой науки бахти, Она является на самом деле Широтой взглядов, Хотя сейчас часто преданные Пытаются людей, Привязанных именно к такой науке, Обвинить в каком-то фанатизме, В излишней строгости Или чем-то подобном. Но мы видим, Что Шрила Прабхупада Сам был таким же преданным, Да, в этом плане. То есть он поощрял это, Он говорил, что это правильно. То есть какая бы ипостась Бога Тебе не нравилась, Если ты будешь слушать о Кришне, Это будет правильно в любом случае. Вот так, все очень просто. Так продолжаем изучать качество, Да, кого же слушать, Потому что очень важно определиться, Кого мы должны слушать. Мы не должны слушать, Абы кого, Потому что Шраваном, Он может быть губительным, Да, он может проявиться, Как Асад Санга, Если мы будем слушать человека, Который искажает Сиддханду, Или человека, Который какие-то чувственные наслаждения Продвигает и так далее. И достаточно, Ну, мы знаем это, Те, кто ходит на работу, Да, куда-то общается с разными людьми По работе и так далее. Или просто ему нравится общаться С разными людьми. Тусоваться, так сказать, Где-то или еще что-то. Ну, мы на себе можем ощутить Губительность вот этой Асад Санги. Несмотря на то, Что мы даже только по работе Общаемся с людьми, Все равно определенную Асад Сангу получаем. И это отражается на нашей способности Практиковать, На нашей способности Строго следовать и так далее, И так далее. Это влияет на нас, Это влияет на наше сознание. И если мы не будем очень осторожны, То очень легко можно пасть Или даже навсегда оставить сознание Кришны. В «Нектаре наставлений» В первом стихе говорится, Что равновешенный человек, Способный контролировать свою речь и ум, Сдерживать гнев и укращать Побуждение языка, желудка и гениталий, Достоин принимать учеников повсюду в мире. И это тоже одна из характеристик, Такая достаточно комплексная, Человека, От которого мы можем принимать равнов. Там выше, Ну то есть в прошлой лекции Мы говорили о том, Чем отличаются Канишском от Яма И Уттама от Хикави. И там в нескольких комментариях Также к «Нектаре наставлений» Давались две характеристики. Первая – Это его знание и убежденность в шастрах. И вторая – Это сила шрадхи. То есть Уттама – Это непоколебимая шрадха. Мадьяма от Хикави – Это достаточно крепкая и сильная шрадха, Но она какими-то аргументами Может быть немножко поколеблена. И Анишка от Хикави – Это тот, у которого очень слабая шрадха. Очень нежный росток бахти, Который легко можно задавить. Соответственно, Утама от Хикави полностью изучил Все выводы священных писаний И способен убить в них других. Мадьяма от Хикави знает писание, Способен на основе этих писаний Строить свое общение, Но недостаточно тверд в этом знании. И, конечно, от Хикави, Он пока еще особо не утвердился в писаниях, И он, может, даже не до конца писаниям верит. И вот теперь еще одна характеристика Из первого стиха Нектара наставлений. То есть мы также должны смотреть на это, То есть с точки зрения Знания писаний, И способность Правильно понимать эти писания. Мы можем видеть, Она проявляется по-разному. Ну, самый главный, пожалуй, Самый главный такой маркер для нас, Индикатор, по которому мы можем понять, Что человек достаточно серьезно знает писание, Да то, что он эти писания цитирует. Или то, что он постоянно пытается на них ссылаться. Может, не напрямую даже цитирует, Но постоянно пытается на них ссылаться. Постоянно старается возвращаться к писаниям, О чем бы он ни говорил. И если мы видим, Что кто-то, проповедуя в обществе преданных даже, Или даже пускай на стороне где-то, Не отсылает нас к писаниям, Просто говорит какие-то общие фразы, Что в ведах сказано, Или вот это хармашастры предписывают, И так далее, и тому подобное. Но не говорит конкретно, Где что и как сказано, Хотя бы несколько раз за час, Скажем так, за лекцию, То мы можем понять, Что человек шастры не изучил, Не собирается изучать, И его выводам мы не должны доверять. Не должны доверять. Он должен давать ссылки на шастры. И тогда его словам можно верить. Второй момент – это сила Шарадхи. Она также проявляться может в том, Насколько человек следует наставлением шастры. У нас есть книги Шрилы Прабхупады, Есть определенные его наставления, Что мы должны делать. Если человек не встает рано утром, Абы как вычитывает джапу, До ночи сидит, Какими-то делами занимается, Мы не можем, То есть мы можем понять, Что что-то у него не так с духовной практикой. Что-то у него не так со шастры. Потому что есть слова Шрилы Прабхупады, Неоднократно он об этом говорит, Что надо вставать рано утром, Повторять цветы имена, Следовать программе, Посещать мангаларти. Если человек этого не делает, И занимает какое-то возвышенное положение, То возможно он не вполне достоин этого положения. И также мы можем понять, Что если человек не способен контролировать Свои речи, ум, гнев, Обуждение языка, желудка и гениталий, Тогда он достоин принимать учеников повсюду в мире. Если такой преданный, Который занимает какое-то такое высокое положение, Если он где-то на сцене пляшет, Знаете, какие-то кармические танцы, Какой-нибудь чертес прихлопывает руками, Ну как это называется, По приколу действует, Ну вот такой уличный термин, То мы можем понять, Что это все не что иное, Как побуждение гениталий. Просто попытка потешить свои гениталии, Показаться таким красавцем перед молодыми, Или может не молодыми, матаджи, да. Но если человек способен, да, Сдерживать побуждение языка желудка и гениталий, То он, во-первых, не будет молоть обо что, Да, и говорить какие-то непонятные вещи. Он будет говорить сквозь, Ну как бы он будет прозрачной средой Между словами Шрилы Прокупады, да, И теми людьми, которым он что-то рассказывает. И во-вторых, он будет сдерживать Свои вот эти вот побуждения, да, Где-то показаться рок-звездой такой, знаете. Он не будет стремиться в рок-звезды. Он не будет там что-то это, Выкаблучивать на сцене, Или вот так себя вести. Мы очень тщательно должны выбирать, Кого нам слушать, Можно от кого принимать наставления. Потому что какие-то официальные корочки, да, Диплом, выданный там кем-то, да, Это еще не гарантия качества. Хотя это, конечно, какой-то GBC, Какой-то отбор проходят кандидаты. Да, то есть какой-то отбор есть, Но мы должны понимать, Что какие-то вот эти диплом-гуру, да, Это еще не гарантия качества, да. Что мы должны в первую очередь смотреть И выбирать еще сами на основе Книг Шрилы Прокупады. Потому что время может менять людей, И менять как в хорошую, так и в плохую сторону. В зависимости от того, Насколько наша Шрадха сильна, Насколько сильный Шравана мы получаем. И поэтому необходимо видеть суть, да, Изучать книги и пример Шрилы Прокупады, Как он себя вел, Что он писал в книгах. И смотреть, кто следует за Шрилой Прокупадой, Прокупадой, А никто стал сам по себе таким ачарей, Самопровозглашенным, да, каким-то, И действует сам по себе, И придумывает интерпретации Шрилы Прокупады, Какие ему нравятся. И в Багава, там 4.29.40, Шукадева с вами обращается к Махараджи Парикшиту С такими словами. Дорогой царь, нужно стремиться в то место, Где великие ачарьи и святые учители Повествуют о трансцендентных тияниях Господа, Чтобы обратить свой слух к реке Нектара, Струящейся в слуно подобных ликов этих великих людей. Тот, кто горит желанием слушать эти трансцендентные звуки, Наверняка освободиться от всех проявлений материальных Голода и жажды, страха и невудовлетворенности, Равно как и от всех иллюзий материального существования. То есть опять же, да, повторяется, Что надо стремиться именно туда, Где именно возвышенные преданные Рассказывают о трансцендентных деяниях Господа. Не Абы кто, там, не Ник Вуйчич какой-нибудь, да, Или там еще кто-то подобный. А туда, где возвышенные преданные, Строгие преданные, которые следуют садами, Которые погружаются, Постоянно погружены в сознание Кришны, да, То есть надо туда стремиться, И там стремиться слушать эту науку. В Нектаре преданности Тоже читание Махаправу Цитируется И говорится, что он советовал каждому Слушать авторитетных Ачарьев, Авторитетных Ачарьев, Истинных преданных Господа. Слушание профессионалов Не приносит никакой пользы. Если же мы будем слушать людей, Действительно осознавших себя, То в наши уши потекут реки Нектара, Подобные тем, что текут на Луне. Как мы можем узнать профессионалов, да, Профессиональных чтецов Багаватам, Тех, кто профессионально, Что-то вот это делает, да, Кто не является авторитетным Ачарей. Один из признаков, По которым мы можем это увидеть, Что профессионал кто такой, да, Традиционно понимание слова Профессионал как-то. Профессионал это тот, Кто получает деньги за свою деятельность, да, Какой-то делает такс, да, Таксу какую-то, И фикс прайс, да, там какой-то. То есть если человек дает Лекции за деньги, То Шрила Прабхупада говорил об этом, Что он мошенник, да, Есть цитата Шрила Прабхупада, Которая это подтверждает. Поэтому мы должны очень Строго относиться К выбору личности, От которых мы принимаем Шравана, да, Мы можем быть даже благодарны Каким-то людям, Которые нас привели в сознание Кришны, Благодаря которым мы присоединились, Но это не означает, Что мы до конца жизни Должны принимать их шишу. Если мы видим, Что они очевидно расходятся С наставлениями Шрилы Прабхупады, Мы должны с осторожностью Мы можем выражать им Какое-то почтение, Так как они хотя бы по возрасту На старшие движения, Дольше и так далее. И повторяют Харе Кришна, Мы помним, Читание Махапрабу сказал, Что преданным, Одно из нескольких Определений преданных, Да, Которые он говорил, Что преданное, Это тот, Кто повторяет, Хотя бы один раз повторил Святое имя, Сочетание Шритамри, То руководствуясь Такими наставлениями, Мы в принципе можем Выражать почтение Таким людям, Но не принимать их шраваном. Но если мы будем, Да, Здесь же говорится, Что если мы будем людей, Осознавших себя слушать, То в наши уши потекут Реки нектара, Подобные тем, Что текут на унии. И мы можем это делать, Да, Мы можем, Может быть, Мы можем быть не уверены В том, Что какая-то конкретная Личность осознала о себе. И мы можем быть уверены В том, Что этот конкретный человек Не осознался. Но если он В своей речи Опирается на слова Шрилы Прабхупады, На слова шастер, На заключение шастер, И не просто Вырывает из контекста, Да, Или какие-то отдельные Цитаты Шрилы Прабхупады бросает, А когда он Систематически их изучает, И систематически Наставления по какой-то теме Презентует их и так далее, То можно сказать, Что в принципе Можно это слушать, Потому что Такой человек Не искажает Наставления Шрилы Прабхупады И до какой-то степени Является прозрачной средой. Хотя бы не пытается Вылепить Из наставлений Шрилы Прабхупады То, чем они не являются. Итак, В Нектаре преданности, В третьей главе Рассматриваются Так же три уровня преданных Признаки их И Когда мы выбираем Духовного учителя Или наставника Или того человека, От которого Таким принимать равным, Мы должны Ориентироваться На эту науку. Так что здесь говорится, Преданных Можно разделить на три класса. Преданному первого, Высшего класса, Присущие следующие черты. Он в совершенстве Знает все основные писания И может умело Приводить доводы, Основанные на них. Мы уже тоже говорили об этом. То есть это очень Очень важный критерий. Его даже Шрила Прабхупада На первое место здесь Знает все основные писания. Не все веды полностью, А все основные писания. Те, которые Шрила Прабхупада Рекомендовал нам изучать. И может умело Приводить доводы, Основанные на них. То есть не просто Основывается, А еще и говорит, Где он это взял, Из каких писаний. Я взял это там, Там вот так-то, Так-то говорится. И основанные Не на каком-то Толковании Отдельного слова, Которое он сам придумал. Толкование имеется Слово. А на системном Наставлении Всех этих писаний. На заключении, Исходя из ситханты, Не раздергивая По каким-то Отдельным Сторонам Эти наставления, А Руководствуясь Всей системой знаний. И тогда Мы можем делать Правильные, Приводить правильные Доводы И делать Правильные выводы. Дальше. Он способен Блестяще представить Выводы писаний, Сообразуясь С обстоятельствами, И убедительно Обосновать методы Преданного служения В конкретной ситуации. И можно зацепиться За эту фразу И сказать, Что, Ну вот, Когда мы выступаем Перед людьми Неподготовленными, Которые Не знают Ничего о сознании Кришны, Мы не должны Цитировать Особо Санскрит, Мы не должны Ссылаться На конкретные Стихи Багавадгиды Или Шримадбагава, Мы должны Просто В сумме Говорить, Что, Ну вот, Такие Ведические Знания. Но Время, Место, Обстоятельства Не диктуют Нам Такое Поведение, Потому что Шрила Прабхупада Также не раз Говорил, Что мы Обязаны Цитировать Санскрит, А и он Хотел, Чтобы в его Книгах Была Идея Критика, И санскрит, И пословный Перевод. И книги Эти Предназначались Для людей, Которые Еще не знают Ничего о сознании Кришны. Для чего он Хотел? Он хотел, Чтобы это Выглядело Авторитетно. То есть Отсутствие Цитат Из Шастр Нельзя Никак Обосновать Обстоятельствами Или временем Места. Нельзя никак Это обосновать. Это то, Что должно быть Обязательно В речи Проповедника. Обязательно. Если этого нет, Если этого нет Достаточно Системно, Регулярно И часто, То Есть какая-то Проблема У проповедника. Либо Шрадха Слабая, То есть Он не верит Наставление Шрилы Пракхупады В то, Что санскрит Очищает Людей Даже Звук Санскрита И в то, Что надо Просто Действовать Так, Как действовал Шрилы Пракхупады. Дали еще Какие-то Проблемы. И Убедительно Обосновать Методы Предного Служения В конкретной Ситуации Означает Просто Внимательно Относиться К собеседнику Или к аудитории И Опираться На какие-то Маркеры Важные им. Если мы Посмотрим Статьи Шрилы Пракхупады Или какие-то Его ранние Книги Он очень Умело Очень умело Их Под конкретные Обстоятельства И под новостную Повестку Подменял. Если мы возьмем Например, Легкое путешествие На другие Планеты То Оно Полностью Выросло Из маленькой Новости О том, Что Советский Союз Запустил Спутник В космос. То есть Вот она Вот тот Маркер Который Конкретным Обстоятельствам Времени И месту Привязывает Эту книгу Потом Свет Багаваты Которая Написана Была Изначально Для Конференции Различных Религий В Японии Шрила Пракхупада Специально Выбрал Вот эти Стихи Описывающие Осень Которые Близки К такому Медитативной Японской Культуре Которые Более Понятны Им будут И так Далее У него Есть немало Статей В которых Есть Отсылки К каким-то Мирским Событием И так же В лекциях Беседах Он об этом Говорил Если он Видит Что аудитория Христианская Достаточно Он Так же Делает Отсылки Например Сравнивать Что вот Смотрите В христианстве Какие-то Моменты Есть Подобные Или еще Что То есть Он очень Умело Это Использует Но при этом Он никогда Не отказывается От того Что Кришна Верховная Личность Бога И никогда Не стесняется Презентовать Кришну Всегда Дает Кришну И мы Должны Опираться На него В этом И смотреть Был Такой Случай На радио Один Преданный Выступал Российский И Он Позволил Себе Достаточно Такую Серьезную Ошибку Ведущие Стали Спрашивать О том Как Преодолевается Половое Влечение И стали Пользоваться Терминологией Взятой Из Фрейда Изучения Зигмунда Фрейда И этот Преданный Вместо Того Чтобы уйти От этой терминологии Выйти Из этого Терминологического Поля Он взял И Сознание Кришны Стал Описывать Словами Терминологии Фрейда Что он Сделал Таким образом Получается Он просто Все сознание Фрейда Свел Все сознание Кришны Да Оговорка По Фрейду Все сознание Кришны Свел До сознания Фрейда По большому счету То есть Он Как бы Таким образом Признал И включил Глубочайшую Величайшую Философию Да И культуру Низвел Просто До таких Терминов Как Сублимация Еще что-то То есть Нельзя Терминами Философии Терминами Фрейда Описывать Философию Сознания Кришны Это невозможно Потому что Философия Сознания Кришны Она выше И гораздо Глубже Чем Все Что может Выразить Выразить Термин Фрейда Это В терминах Сознания Кришны Можно описывать Любую Философию В мире Но низводить Ее И Пытаться Ее описать Терминами Каких-то Кармических Философских Систем Невозможно И нельзя Это Если мы Посмотрим Как Сивила Пракхупада Общается С учеными Или с Другими Людьми Он всегда От этой Терминологии Уходит А не пытается Ему Навязать Вот эту Терминологию Свою Он говорит Нет Мы не об этом Говорим Например С журналистами Он общался Говорил о положении Женщин И одна женщина Журналист Она сказала Подождите Значит Женщины хуже Чем мужчины То есть Она попыталась Вот эту Свою феминистическую Феминистические Свои термины Феминистическую Риторику Применить К сознанию Кришны Он говорит Нет Это вы так понимаете Что кто-то хуже Кто-то лучше И так далее Мы говорим Что все разные Просто И на основании Своих отличий Они должны действовать Понимая Вот эти отличия И понимая Вот эти различия Они должны действовать И мы все Должны действовать Понимая Вот эти различия И учитывая То есть Он всегда уходил От того Что ему пытались Навязать Какую-то терминологию Какие-то Вот эти Термины Которые бы Описали Сознание Кришны И он всегда Возвращался К тому Что он терминами Сознания Кришны Описывал Сознание Кришны Потому что По-другому сознания Кришны не описать, по-другому это будет определённое оскорбление даже, сводить философию сознания Кришны до термина в какой-то ограниченной философской системе любой другой. Идём дальше. Он глубоко убеждён, это вот мы про предного первого уровня, первого класса говорим, да, у Тамадхикари. Он глубоко убеждён, что конечной целью жизни является достижение трансцендентного любовного служения Кришне и знает, что Кришна — единственный объект поклонения и любви. Об этом мы также уже говорили, да, что такого предного может слушать человек любой конфессии Кришна Катху, и это будет благоприятно для него, будет в высшей степени благотворно. Преданным первого класса относятся те, кто прошёл обучение у истинного духовного учителя, неукоснительно следуя всем правилам и предписаниям, и искренне повиновался ему в соответствии с указанием богооткровенных писаний. Ну, то есть фанатик, да, такой в глазах современного либерального преданного. Но здесь очень важно, да, это подчёркивается, что он следовал всем правилам, всем предписаниям и искренне повиновался духовному учителю в соответствии с указанием боготкровенных писаний. Не так, что учитель ему говорит, там, сегодня наешься мясо, да, и там, займёшься незнакомым сексом. Да, он говорит, да, конечно, гуру, вы же мне сказали, я пошёл, всё сделал, удовлетворил духовного учителя. Нет, в соответствии с указанием боготкровенных писаний. Это говорится, что, это намекает на то, что ученик не должен быть болваном или слепым каким-то человеком, который просто ответственность переложил на своего духовного учителя и думает, что таким образом он вернётся к Ришне. Нет, он должен изучать указания боготкровенных писаний и понимать, как наставления гуру с ними соотносятся. И он должен испытывать экстаз, видя, как гуру даёт ему наставления, которые соотносятся с сказаниями шастра. Это же так прекрасно, когда гуру говорит что-то, что соответствует словам Шрилы Прабхупады и шастра. Это же действительно радость приносить должно. И такой человек обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы проповедовать и самому быть духовным учителем. Его считают преданным высшего класса. Вот такой преданный высшего класса, от которого мы должны с удовольствием и с жаждой принимать Кришне как-то. Преданный такого ранга никогда не нарушает принципы, установленные высшими авторитетами, и непоколебимо верит в Писание, глубоко постигнув их смысл с помощью логики и доказательств. Говоря о логике и доказательствах, мы имеем в виду логику и доказательства, основанные на богооткровенных писаниях. Преданный высшего класса равнодушен к умозрительным философским рассуждениям, на которые смотрят, как на бессмысленную трату времени. Иначе говоря, преданным высшего класса можно считать того, кто непоколебимо убежден в истинности пути предного служения. И мы можем видеть, что преданные, которых кто-то нередко возносят до уровня аутама, адхикари, или еще что-то, простые люди вроде нас, что на самом деле они очень часто склонны к умозрительным философским рассуждениям как раз таки. И вот эти умозрительные философские рассуждения, они в чем могут проявляться? В том, что они начинают говорить о каких-то там странных, знаете, тоже философских терминах, и пытаться их применить к сознанию Кришны. Принятие, да, вот какая-то такая терминология New Age, да, вот это вот все такое, все такое интересное, там, гармония, да, там, вселенская любовь, вот что-то такое, да. Когда мы видим вот какую-то терминологию, которую не использовал Шрила Пракхупада, которая нет в шастрах, мы сразу должны с некоторой опаской на это смотреть. Зачем оно здесь? Почему бы не сказать о Кришне просто, да? То есть бывают случаи, когда необходимо пользоваться, ну, какой-то вот мирскими терминами, да, например, ну, есть такой термин экзогетический принцип, да, он описывает то, как мы должны руководствоваться, ну, то есть как необходимо рассматривать различные и приводить в единую систему различные указания шастер. Вот, и идем дальше. Преданный второго класса, да, чем отличается. Он не всегда может убедительно отстоять свою позицию, подтвердив ее свидетельствами из Богооткровенных Писаний, но непоколебимо верит в свою цель. Иначе говоря, преданный второго класса твердо верит в метод предного служения Кришне, однако иногда в споре с оппонентами может потерпеть поражение, не сумев привести необходимые аргументы и подкрепить свою позицию выводами Богооткровенных Писаний. Но даже это не способно поколебать его внутренней уверенности в правильности своего выбора Кришны как высшего объекта поклонения. То есть преданный второго класса, он достаточно возвышенный уровень, то есть у него есть очень твердая непоколебимая вера, да, он не всегда может подтвердить шастрами, да, свои выводы и так далее, то есть бывает где-то, где-то бывает он может потерпеть даже поражение, не сумеет там нужную шлоку привести или еще что-то, но вера его это не способна поколебать его веру, да, он все равно знает, что надо говорить о Кришне, Кришна высший объект поклонения, да, он не размывает философию, он так же нацелен как стрела, да, он летит к этой цели, он еще не попал, в мишень, но он летит туда и он летит обязательно, потому что у него уже есть вот это вот понимание и он твердо верит в Кришну, да, его с пути уже невозможно пропустить. Теперь идем к третьей категории преданных. Неофит, то есть предан третьего класса, это тот, кто еще недостаточно тверд в своей вере и в то же время не признает выводов Бога откровенных писаний. Вера Неофита может быть поколеблена чьими-то сильными аргументами или возражениями. В отличие от преданного второго класса, который также не способен приводить доводы и доказательства из Бога откровенных писаний, но тем не менее твердо верит в свою цель, Неофит лишен такой веры, поэтому его называют преданным Неофитом. На самом деле даже человек, который может занимать очень возвышенное положение, при этом может быть Неофитом. Да, конечно, это хитари. И это было в истории Искон, когда речь шла о системе зональных ачарит. Сейчас, в принципе, какие-то моменты можно найти из-за этого, что-то увидеть. И мы можем понять, что тот, кто недостаточно тверд в своей вере, он все время будет пытаться избегать прямого разговора о Кришне. Он не будет напрямую говорить о Кришне. Он будет пытаться как-то удовлетворить публику, удовлетворить тех, с кем он общается. Он будет стремиться к какой-то мирской дружбе с людьми, общением с которыми является сатсангой. Он будет демонстрировать это, что я, смотрите, с кем общаюсь. И вы должны бы таким качеством поучиться и так далее. И он не признает выводов откровенных писаний. Вы можете сказать, ну как же так, вот здесь вот так и так написано, вот Шрила Праппада вот так и так говорил. Он скажет, а мне сердце подсказывает, что надо делать вот так. Мне сердце подсказывает, что это удовлетворяет моего будущее. Мне сердце подсказывает, что это приносит удовольствие Кришне. Но это просто сознание о Канишской архитаре. Причем в самом плохом проявлении, потому что тот неофит, который стремится признать выводы откровенных писаний, может он еще все их не признает, но он хотя бы работает над тем, чтобы их признать. У него есть все шансы стать утоматхикари в итоге вернуться к Кришне. А тот, кто уже там 30-40 лет не признает эти выводы и не собирается начать признавать, того в этой жизни шансов уже скорее всего не будет. И конечно, он постоянно выдумывает какие-то свои способы неавторитетные, как проповедовать, искажает послание. Но Мадайма адхикари хватает смирения просто следовать пути намеченному очарьи, хотя он может где-то в шастрах плавает еще немножко, не знает их до конца. И часто мы можем видеть, что Канишская адхикари действует настолько нагло, уверенно, и шактично, как говорится, что они могут казаться другим людям утамадхикари. То есть люди смотрят и говорят, это же утамадхикари, посмотрите. А на самом деле у него просто есть какие-то определенные мирские благочестивые качества. Не знаю, Марс правильно стоит, Юпитер или еще кто-нибудь, какая-нибудь планета. И он говорит, он может бессмыслицу какую-то говорить, а люди в их сказе просто, то есть он как питонка, просто людей гипнотизируют, они очарованы просто тем, что он говорит. А говорить он может какую-то ерунду, просто винегрет какой-то может. И мы должны, поэтому мы должны не сердцу своему доверять в первую очередь, а должны доверять выводам священных писаний, как нам их представил Шрила Праппупада. Изучать их постоянно и сверять то, что мы видим с книгами Шрила Праппупада. И тогда мы сможем избежать вот этой ситуации, когда мы предадимся человеку, а окажется вдруг, что он не утомат хитари совсем. Со временем пройдет несколько десятков лет и мы вдруг поймем, что не туда шли, например, не за тем человеком. Это очень сильное потрясение будет для человека. Очень тяжело такие вещи признать и очень тяжело справлять такие вещи, потому что страшно это, что мы предались кому-то и мы думаем, а может я просто предаю его сейчас, может быть просто я несмиренный, может быть просто у меня сознания не хватает, это просто я каким-то стал негодяем просто сейчас. Ведь все вокруг говорят, что это утомат хитари. И такой вот союз материалиста, ученика, который не изучил священные писания, прежде чем принять гуру хотя бы в какой-то степени. И вот такого конечно гуру он не принесет ничего хорошего, потому что один будет популизмом заниматься и будет приятным для этого материалиста, будет тешить его мышление. А материалист он так и не будет получается расти под таким руководством. Он просто укрепится в своей материалистичной позиции, может быть как рамка вокруг фотографии. фотография может быть ужасная, а рамка красивая, но красивая рамка такую фотографию не исправит. И такой конечко представляющийся уттамой он будет вносить просто беспокойство в умы других преданных или в умы тех, кому он проповедует. Они будут просто неправильно понимать писание в итоге, только укрепятся в своих материальных привязанных. На самом деле достаточно много людей, которым по большому счету не нужна настоящая наука. Они клюют на какую-то рекламу инфобизнесменов, в том числе инфобизнесменов от сознания Кришны. Всякие какие-то сентиментальные мирские темы. Но им кажется, что они находятся в сознании Кришны, что это есть сознание Кришны. На самом деле им просто не нужны какие-то беспокойства и они живут на уровне средневековые католики были. То есть они в кружку кинули монетку, все, получили индульгенцию, им бумажку, католическая церковь бумажку им дала, что у вас отпущены все грехи. Сегодня у вас произошло обнуление грехов, у вас все в порядке. Но такой человек к Богу не вернется, потому что это так не работает. Нет внутренней работы, нет серьезной духовной практики. Хоть закидайтесь монетками в кружку, хоть 30 вот этих индульгенций получить или там 30 тысяч, это ничего не решит. Необходимо беспокойство внутреннее, внешнее, должны изучать священные писания и понимать, что мы не так делаем, за кем нужно следовать, за кем не нужно следовать. Очень просто никого не критиковать, просто обо всех думать хорошо, говорить все, этот святой, этот святой, повторил Харе Кришна, он святой, если он просто 30 лет время от времени повторяет Харе Кришна и продолжает сохранять материальные привязанности, оскорбляя святое имя таким образом, не является святым, мы не должны принимать представление такого человека. это будет нас беспокоить, потому что мы будем говорить, ну как же, вот многие говорят, что он хороший, а мы вот, что его надо слушать, он такой нектарный прокуда, нектарная мата же, почему мы не должны слушать, это значит я оскорбителька, нет, это значит, что ты просто разбираешься, что написано в шастрах и применяешь эту науку, гьяна вегьяна, гьяна вегьяна, это все правильно, это правильный метод, в большинстве случаев не получится вот так вот, просто бросать в кружку, где-то может быть Кришна кому-то проявится страдание к одному из трех миллиардов, да, и просто из лужи его, так сказать, во Вриндаван заберет сразу, из какой-то лужи с испражнениями, да, но в подавляющем большинстве случаев нам придется разбираться, получать какие-то знания, осознанно выбирать гуру, да, ну то есть применять свой разум, и это тяжело в том плане, что мы будем постоянно сталкиваться с какими-то ситуациями дискомфортными, да, где нам будет приходиться делать трудный выбор, да, отказываться от кого-то, от чего-то руководства и так далее, но это необходимый путь, чтобы развить сознание Кришны, к другому не получается. И в конечном итоге Шраванам от возвышенных преданных, да, от преданных, которые убеждены в том, что Кришна верховная Личность Бога, Он помогает нам сделать хороший Киртанам и помогает развить Смаранам, да, и вернуть нас Кришне в конечном итоге. И тоже очень важно с этой точки зрения в комментарии к 8 стиху Нектару наставлении Шрила Пракхупада пишет, что «В момент смерти ум и интеллект живого существа создают тонкую форму того тела, которое живое существо получит в следующей жизни. Если в этот момент в уме неожиданно всплывет какой-нибудь нелепый образ, в следующей жизни человеку придется родиться в соответствующем теле. Но если в момент смерти человек будет думать о Кришне, он перенесется в духовный мир на Галоку в Риндавану. Переселение души очень тонкий процесс, потому Шрила Рупага с вами рекомендует преданным подготовить свой ум таким образом, чтобы они всегда помнили о Кришне и только о нем. И это имеет прямое отношение к шраванам, потому что если мы вообще окружены негативным шраванам, постоянно вокруг играют какие-то песни, это не шутки, мы встретились в маршрутке, и они заседают у нас в голове, хотя как заноза вот такая сидят и постоянно всплывают. И поэтому качественный, сильный шраванам просто необходим нам, осторожный шраванам, он просто необходим нам, потому что иначе в момент смерти у нас плывет в голове какая-нибудь такая песня, и мы родимся просто каким-то таким недалеким человеком, который будет просто ездить и в маршрутках знакомиться, нешуточно, и зачем это нужно? Снова вставать на путь и снова как-то продолжать его, если мы можем закончить его уже в этой жизни, просто внимательно, осторожно относясь к тому, какую информацию мы слушаем, от кого. И говорится, что важнейшая форма о шраванам это чтение, изучение, слушание шримадбагаватам, и не аба от кого, а от хороших возвышенных предных. Там же Шрила Рупа Госвами пишет, «Мой дорогой глупый друг, я думаю, что тебе уже доводилось слушать благословенный шримадбагаватам, осмеивающий стремление к плодам кармической деятельности, экономическому благополучию и освобождению. Теперь, я надеюсь, уже ничто не сможет помешать тому, чтобы стихи десятой песни шримадбагаватам, описывающие игры Господа, постепенно вошли в твои уши и проникли в твое сердце». В начале шримадбагаватам говорится, что до тех пор, пока человек не наберется сил, чтобы выбросить как мусор плоды обрядовой деятельности, экономического благополучия и стремления к слиянию со Всевышним, то есть спасения, он не сможет понять шримадбагават. Шримадбагаватам описывает только преданное служение. И только тот, кто изучает шримадбагаватам, проникнувшись духом отречения от мира, способен постичь игры Господа, описанные в десятой песне. Иначе говоря, читателю не следует даже пытаться понять такие темы десятой песни, как раз Алила, танец любви, пока он не развил в себе спонтанную привязанность к шримадбагаватам. Прежде чем человек сможет насладиться подлинным вкусом шримадбагаватам, он должен утвердиться в чистом преданном служении. То есть шримадбагаватам, да, это одна из высших форм шравана слушания, изучения шримадбагаватам. И мы должны развить спонтанную привязанность к шримадбагаватам, желание постоянно наслаждаться шлоками шримадбагаватам. Только тогда мы сможем поступиться к этим высочайшим темам из десятой песни. И также ишраманам это часть вайдисаданабахте регулируемого служения, регулируемого служения. И слушание багаватам дает нам все шансы стать по-настоящему привязанными к самому багаватам. То есть багаватам он в какой-то степени и цель и средство одновременно очиньте пхеда пхеда татва как обычно. И чтобы привязаться к багаватам что нужно делать? Нужно просто постоянно его изучать. И наше сердце будет очищаться и мы будем все сильнее и сильнее к нему привязываться. Тоже и со шраваном. Чтобы привязаться к шраванам надо его практиковать. Если мы не слушаем лекции Шрилы Праппады мы не будем любить лекции Шрилы Праппады. Если мы не читаем его книги мы не будем любить читать его книги. Но нельзя забывать также о регулирующих принципах чистоте правил и предписаниях. Потому что они являются таким катализатором духовной жизни и определенной защитой от неблагоприятного в сознании Кришны. Потому что гораздо легче бежать если к нам к ногам гири не привязаны. Гири не в смысле гора здоровые железные штуки. И поэтому благодаря правилам и предписаниям которые также содержатся в наставлениях Шрилы Праппады и предыдущих ачарьев мы способны сделать этот путь более легким более быстрым. Ну собственно наверное все по Шраванам то есть в конечном итоге мы также можем чтобы понять кто перед нами да принимать у него шикшу или нет мы можем смотреть на стихи из гурваштыки также их изучать и смотреть соответствует ли да каждому стиху и в конце каждого стиха говорится такому духовному учителю я приношу свои поклоны и эти качества мы также можем изучать еще раз повторю что у нас есть такое свойство да мы испытываем какое-то такое пожизненное чувство благодарности и какое-то чувство долга по отношению к человеку который нас привел например в сознании Кришны или на каком-то этапе поддержал но если мы видим что этот человек не идет вперед не продвигается остается на уровне конечки мы не должны принимать его шикшу в конечном итоге мы должны оставить его шикшу идти дальше искать более благоприятное общение это не является никаким предательством это не является чем-то неправильным это является абсолютной необходимостью в этой ситуации это конечно не должно быть каким-то сиюминутным решением эмоциональным должно быть основано на регулярном изучении священных писаний и интересно какой вот момент пришло в голову что Шрила Прабхупада он действительно обладал таким видением общественным да что он писал что вот есть шиены да орлы которые перелетают с планеты на планету в полете откладывают яйца хватают слонов поднимают в воздух съедают их он видел как и Шрила Прабхупада все это видел да он рассказывал об этом так как будто он все это видел сам как будто он видел как устроена Джамбудвипа как будто он видел как устроена Вселенная можно сказать ну он же не был на других планетах в этой своей жизни как он мог помнить видеть да но преданный у него есть такое свойство он шастра чакшу он смотрит на мир глазами шастра да и таким образом ему не обязательно воочию перед собой видеть вот этих самых шленов огромных орлов ему достаточно прочитать Шримад Багава там и это будет гораздо надежнее такое видение оно гораздо надежнее подверженного ошибкам нашему материальному видению да гораздо надежнее чем наше материальное видение которое подвержено ошибке и это и есть настоящее видение да смотреть на мир глазами шастра и такого человека который видит мир глазами шастра мы должны стремиться слушать и у нас есть Шрила Прабхупада его лекции его книги это основа нашего движения это то что должно быть основой если мы будем внимательно слушать его лекции внимательно изучать его беседы интервью особенно его книги мы поймем сможем понять кого стоит слушать чьим же наставлением надо относиться более так сказать как сказать осторожно Ари Кришна может быть есть какие-то вопросы жалобы предложения самое время для этого Манихара Прабхупу написал Бхакти Винод Атхакур говорит что нельзя описывать трансцендентные терминами предназначенными для описания материального ну да то есть Манихара Прабхупу еще вот ссылка на Бхакти Винод Атхакур на авторитет ну на авторитет а наши сампродаи да вот такой мой эмпирический да немножко вывод подтверждает спасибо действительно наша философия настолько возвышена что терминами предназначенными для описания чего-то материального описывать ее это не просто бесполезно это еще и вредно и думаю что это с полным правом можно назвать оскорблением да оскорблением нашей философии Харе Кришна спасибо всем кто присоединился включайтесь Шримад Бхагава там слушайте лекции Шрилы Прабхупады это очень вдохновляет Харе Кришна спасибо большое спасибо спасибо Продолжение следует...